В свои двадцать Потом моя жизнь перевернулась в корни, показав наглядно топовые законы. Мы в ответе за тех, кого приручить успели. Смерть придет и заберет у тебя всех важных. Пропадет при переходе от слова к делу очень много из тех, кого встретишь ты однажды. На других не надейся. Знай своим чувствам цену. Обходи стороной отчаянных и ненужных. В двадцать два депрессия — все, что текло по венам. В двадцать три все стало намного, намного хуже. Было много иронии, много священных книжек. Я мечтала о Мышкине, Геральте и Живаго, но сама выбирала усердно плохих мальчишек, отыскать безуспешно, пытаясь в них свет и благо. В двадцать пять я отчаялась верить в добро и небо, закопала поглубже все проявления эмоций. Я работала, словно вол за буханку хлеба и надолго погрязла в этом гнилом болотце. Боль сменяла стабильно все, чего мне хотелось. Приходило отчаяние, комом сжимая горло, и чем дальше, тем все слабее в душе мне пелось. Будто в сердце все глубже и глубже врезали сверк. Двадцать шесть я встречала тихо в своей постели и уже ни о чем, ни о чем не просила Бога. Мы в ответе за тех, кого приручить успели, кто ж в ответе за нас и насколько ответных много. В двадцать шесть с половиной карточный домик рухнул. Сердце вышло из комы, найдя для себя обитель, мне свалилось на голову счастье в режиме ктулху и осталось звучать во мне на сплошном репите. В декабре тридцать лет. Я тиха, как индийская гавань. Знаю цену всему, что за годы со мной случилось. И не то чтобы я скучала по тем временам, но... Я им благодарна за то, что все так сложилось.